Здравствуйте! В эфире Большая стройка. Сегодня будем разбираться с въездными воротами вместе со специалистом компании Врата Ольгой. Ольга, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, нам обо всех нюансах в установке этих ворот. Мы занимаемся воротами откатными, мы производим их сами. Также мы устанавливаем калитки. Калитки мы не варим, мы делаем только из алюминиевого профиля, соответственно, заполнением профлист. Ну вот здесь, да? Да, в связи... Уже установлено. Да. Калитка цвет 8017, такого же цвета и профлист. Все подобрано в один тон. Профлист у нас в калитку установлен с двух сторон. Между ними, между профлистом установлена тонкая сэндвич-панель. За счет этого подбирается заполнение и защелкивается в алюминиевом профиле штапиком. Калитки мы изготавливаем из алюминиевого профиля, из так называемого холодного. Он без терморазрыва. Торговой марки Алюция. Так, что это дает? Это дает заводскую покраску. Профиль уже приходит окрашенный с завода. Нам ничего красить, подкрашивать не нужно. Мы уже собираем из готового профиля. А какие еще можно до комплектации, допустим, сюда установить? Сюда можно подготовить калитку под домофонизацию. Тогда ставится гибкий переход. Сюда выводится провод. И, соответственно, ставится ручка системы ограничения доступа. Потом такие калитки впоследствии можно будет домофонизировать. Также ворота откатные мы производим. Это нашего изготовления. Мы варим щит. Из профильной трубы красим краской. Краска грунт-эмаль 3 в 1. Против ржавчины которая. И обшиваем с двух сторон также профлистом. Сбоку и сверху мы это все закрываем V-образным профилем. Цвет профиля, он такой же, как и профлиста. Все было в один тон. Да. Плюс ко всему у нас в любом случае щит всегда покрашен, несмотря на то, что он с двух сторон закрыт профлистом. Также ребята приваривают рейку зубчатую. Благодаря чему можно установить электропривод. И ворота будут работать уже с помощью пульта. Открываться и закрываться. Здесь электропривод установлен. Я так понимаю, что у него есть влагозащита. Да. И какие-то дополнительные там кожухи. Ему ничего не нужно. Нет. Это привода торговой марки Алютех. Они разработаны именно для установки на улице. И, соответственно, им никакая влага... Ни осадки не слить. Нет. Нет. Они этого не боятся. Пока не подключен электропривод, ворота катаются вручную. Вручную благодаря комплектации RollTec. Ну, то есть это ребят сейчас подгоняют комплект. Да. Ворота, автоматика. Чтобы все работало исправно, да? Да. Потому что щит, он выставляется также по уровню, благодаря подставкам регулировочным. И, соответственно, они устанавливают нижний ловитель, куда ворота приходят. Чтобы во время ветра это все стояло и держалось. Потому что откатные ворота – это достаточно большой парус. И стоит, можно посмотреть, кронштейн вверху, боковой. Он поддерживает ворота. Здесь силами заказчика была выкопана яма и залита бетоном. Наши ребята-монтажники выставили силовую раму, как она должна быть. И, соответственно, после того, как бетон набрал всю свою мощь, полностью высох, да, сцепился. Примерно через две недели мы уже приезжаем на установку. Ребята выставили регулировочные площадки со шпильками и на них установили уже роликовую опору. За счет этого они уже вылавливают вот эти миллиметры по высоте, чтобы не было уклона на воротах. И накатили щит. Тут нужно правильно рассчитать нагрузку, да? Да, комплектация, вся комплектация, она подбирается, исходя из длины щита и из веса щита. Мы на своем ворота используем комплектацию RollTech до 500 кг. Вы делаете большой допуск по запасу? Да. И, скорее всего, это поможет потом в долговечности, да? Да, конечно. Потому что, если неправильно подобрать балку, то ворота уже будут работать некорректно. А какую гарантию вообще вы даете на вот эту конструкцию? Мы даем два года. Три вот торговой марки Alutech, также гарантия два года. Ну, а так, если говорить прямо, сколько они вообще служат вместе с приводом? Ну, у нас есть ворота, которые мы устанавливали больше 10 лет назад. И они исправно служат? И они исправно служат, да. Для привода есть какое-то вот ТО, обслуживание техосмотра? Нет, для привода техосмотра нет. Смотреть, единственное, чтобы рейка стояла ровно. Ну, это ребята уже устанавливают, когда на монтаже. То есть, как правило, приваривают и больше с рейкой ничего не делается, потому что она наглухо уже приварена к балке. Ну, мы приехали со съемочной группой под конец, уже монтажа. Сколько ребята здесь делают уже ворота, устанавливают? Ну, сегодня они приехали сюда часов в 10 утра. Как правило, это практически день, плюс сегодня был дождь. Ребятам приходилось отвлекаться, потому что сварочные работы под дождем проводить нельзя. То есть, с 10, сейчас уже 4 часа? Да, примерно. И у нас практически все? Да, ну, ребята... Несмотря на то, что был дождь? Да. Ребята установили не только ворота, но еще и калитку успели. Сейчас вот самый сезон, да, у вас горячий такой? Да. Заказов много? Да, заказов много, потому что лето... Сезон работ не такой уж и длинный, не стоит откладывать все на потом. Обращайтесь в компанию ворота, здесь вам всегда помогут и подскажут. Вы смотрели «Большую стройку». До скорого!